Торговый центр, да еще и детский, загорелся в Москве сегодня около часа дня. Из ТЦ эвакуировали больше сотни посетителей, но без жертв не обошлось. Один погибший. А ведь лишь полторы недели назад всю страну потрясла трагедия в Кемерово, где пожар в торговом центре унес жизни 64 человек. А это уже казанские кадры. В ночь на воскресенье тушить пришлось кафе «Старая амбар» на Амирхана. 80 посетителей вовремя покинули горящее здание, в том числе и дети. К счастью, обошлось без пострадавших. Но за примерами смертельных пожаров в республике все же не приходится далеко ходить. Буквально этой ночью погиб мужчина. Предварительная причина – поджог в частном доме. В основном пожары возникают в частном секторе. Больше ста случаев в домах, почти две сотни в банях и саунах. Летальным исходом такие пожары тоже кончаются чаще. 36 погибших против 9 в многоквартирных домах. Всего с начала года в огне погибли 46 татарстанцев, на трое больше, чем в прошлом году. При этом главные причины смертельных пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение техники безопасности при использовании электроприборов и поджоги. А вот что подольет масло в огонь, так это алкогольное опьянение или банальный сон. Когда человек спит, и в результате чего происходит пожар, он не просыпается от пожара. Он под воздействием опасных факторов пожара дыма, наоборот, засыпает крепче. И данное устройство позволяет нам проснуть человека, воздействуя его на слуховые факторы. Речь о противопожарных датчиках. За два года, которые их устанавливают по президентской программе, устройство спасли от смерти 20 человек. Спасатели призывают всех обзавестись таким помощником, который обойдется около 300 рублей. Берегут ли себя татарстанцы и боятся ли огня? Есть ли у вас дома, скажем, датчики, огнетушители? Дома нет, ничего нет. У меня дома стоит обязательно пожарная сигнализация, огнетушители, все, что было в порядке. На самом деле страшновато становится уже. Мы ничего не боимся, ни пожаров, ничего. Конечно, опасаемся, как в торговый центр всегда. Вот я, например, как мы только зашли, я сразу посмотрела, где ходы, где выходы. Пока в торговых центрах плановые проверки прокуратуры о том, как снизить риски, думают и в МЧС. Департамент надзора деятельности МЧС России вносится в ряд изменений, в законодательные акты, которые могут позволить нам проводить данные проверки, независимо от степени риска данного, является ли объект малым и средним бизнесом. Такой документ на стадии проектирования. И, к слову, ТЦ по нему получит статус объектов высокого риска. Лина Зинатольевна, Маразайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова